В первых рядах они находились, больше месяца стояли, фактически собой прикрывая эту границу. С одной стороны, беспрерывные грады российские, их убылевали, сзади обстрелы, ополченцы, все противцы, нельзя кто там был. Они не могли даже головы сакок поднять, просто им давали наводку, они стреляли, куда им говорили, что это дальнобойное орудие. У них не было пехоты, для ближнего боя они просто не предназначены. Они просто, ну я говорю, как дальнобойщики. После того, как у них кончилась еда, вода, уже дошло до того, что им просто, когда пошел дождь, у меня сын, я звоню, радуется мама, вода появилась. Дождь пошел, мы собираем воду, слушаем, пьем, потому что есть вода, они были рады той воде. Ну консервы там какие-то оставались, они делили там раз на день, они ужинали фактически только. А в том, когда градами разбила их вот эту бронетехнику, там у них осталось в той бронетехнике личные вещи, дарование какое-то, возможно, может и продукты оставались. Вообще-то было не что-то, у меня такая информация, что там уже начали травы есть, но воды не было. Но они постоянно, каждый день просили, чтобы им дали подмогу, чтобы им дали продукты, снаряды, чтобы им подвезли. Говорили, что до них не могут добраться. И когда вот они остались в окопах ни с чем, с голыми руками, и вот когда, я же думаю, просто не было выбора иного. Когда вот на них пришли, говорится, вооруженные, эти ополченцы, просто не было выбора. Им сказали, или мы вас сравняем с землей. И все. А потом мы их вывезли просто в Россию. И у меня есть вот, допустим, сын мне кидал семейских тех, когда он ехал на границу, просто написал нас вывозят не знаю куда. Потом он мне написал, что мы находимся в пункте из Варина, нас привезли. Потом последняя была семейская, что он писал. У нас забрали документы, собрали и унесли. И вот это последняя была. Потом я уже... Уже они появились в России. Но самое интересное, что информация о том, что они уже перешли в границу с Россией, и что они сдались с Россией, была в пятницу. А они туда попали вот в ночь на воскресенье. В общем, это немного некоторые СМИ российские поспешили просто, как обычно. Спасибо.